Зима для средней полосы это не только холод и снег. Как правило, большинство растений погружается в продолжительный сон, который длится как минимум 4 месяца. Но даже в этот унылый период наши сады украшают немало декоративных культур. И это не только всем привычные вечно зеленые хвойные, обычно именно они выступаются листами на главной сцене зимы. Но для себя я открыла еще много красивых растений, которые способны преобразить зимний ландшафт. С ними любой участок станет похожим на сказочное королевство, так как именно в этот морозный период они обнажают всю свою красоту, которую в теплое время мало кто подмечает. Красить вид зимнего сада могут такие растения, как лещина конторта и ива мацудана. У этих раскидистых кустарников или даже невысоких деревьев необычные закрученные ветви. Их причудливая извилистая форма очень красиво выглядит именно в холодное время, когда растения стоят без листвы. Хотя ива мацудана выделяется не только спиралевидной формой, но и яркой окраской ветвей, которая переходит от желдовато-зеленых до более насыщенных коричнево-красных оттенков. Такие растения пользуются широким спросом у садоводов и ландшафтных дизайнеров, так как они являются украшением сада в течение круглого года. Графические линии красиво изогнутых побегов особенно четко выделяются на белом заснеженном фоне. На моем канале есть отдельное видео про ива мацудана. Посмотреть его вы сможете, перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании под этим роликом. Как всегда я хочу попросить зрителей поделиться своим опытом и дополнить мой список другими культурами, которые красивы именно в холодный период. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. В списке неприхотливых растений, декоративных круглый год, стоит отметить катальп. Это быстрорастущее дерево имеет привлекательную крону из крупной сердцевидной листвы, очень красиво и пышно цветет, а также формирует удлиненные плоды, которые остаются висеть словно гирлянды, вплоть до следующего цветения. Об этой интересной культуре, которая восхищает своим обильным ароматным цветением и силой роста, можно посмотреть видео, ссылку на которое я также оставлю в описании. Преобразить вид зимнего сада яркой живописной кроной может дерен. Среди этого неприхотливого кустарника есть немало сортов, которые отличаются особой красочностью своих побегов. Выразительные ветви дерена невероятно красивы, особенно в солнечные дни и на фоне белого снега. К таким, например, относится известный сорт зимний огонь. Не менее популярный дерен с ярко-желтыми побегами флаверамиа. Очень эффектные сорта – Энис Винтер Орэндж, Кесель Ринги и Сибирика Варригата. Последний отличается редкой окраской своей пестрой листвой и суперяркими, почти огненно-малиновыми ветвями. Со стороны кусты этих деренов выглядят как полыхающие костры. Бесспорным украшением зимнего участка являются такие культуры, как калина обыкновенная и рябина. Они не только раскрасят своими гроздьями алых ягод унылый зимний пейзаж, но и привлекут на участок полезных птиц. В садах с более мягким климатом можно высадить эффектный вечно зеленый кустарник под названием пироканта. Это растение просто идеально подходит для создания плотной, непролазной живой изгороди. Ближе к осени заросли пироканты наряжаются в красные, желтые или оранжевые краски, в зависимости от сорта. Этот неприхотливый и засухоустойчивый кустарник красиво выглядит круглый год не только за счет своих плодов, но и благодаря вечно зеленой листве. В средней полосе можно выращивать более зимостойкий вид пироканту ярко-красным. Эти растения способны выдержать морозы до минус 20 градусов, хотя есть и более стойкие гибриды, приспособленные для зимовки в пятой климатической зоне. Более подробное об этом растении я уже выпускала в видео, посмотреть его можно перейдя по ссылке в верхнем правом углу экрана. А вот этот кустарник обычно мы летом даже не замечаем. Свою особую красоту он показывает именно с созреванием белых ягодок, за которые он и получил свое название снежно-ягодник. Это растение будет под силу даже неопытным садоводам. Оно идеально подходит для озеленения частных садов и городских парков. Из снежно-ягодника получаются красивые живые изгороди, которые отлично подаются стрижке и приживаются даже в морозных и неблагоприятных регионах. Кроме его привычных сортов, все чаще стали появляться растения с розовыми плодами. Однако, стоит помнить, что ягоды этого кустарника ядовитые. В этом списке декоративных растений стоит сказать про барбарисы. Среди них есть виды, которые красиво выглядят даже зимой. Их изогнутые ветви, покрытые ярко-красными ягодками, украшают сад с поздней осени и до прихода весны. Еще одно растение, декоративное круглый год, это магония подуболистная. В отличие от других лиственных культур, она не сбрасывает на сему свои плотные листья. Кроме того, ее кусты уже с осени украшают гроздья сизых ягод. Весной магония выпускает пышные соцветия, состоящие из ароматных желтых цветов, которые чем-то напоминают мимозу. В зимнем саду особо красиво выглядят кустики вечно зеленого самшита и бересклета форчуна. В моей климатической зоне 5Б эти растения зимуют без укрытия. К той же категории условно-южных и уже давно акклиматизированных к холодному климату культур относится и югонитчатая. Стоит признать, что эти растения хорошо прижились в садах средней полосы и легко переносят даже суровые морозы. Особо красивые вариегатные сорта с пестрой окраской листвы. В зимнее время украсит участок еще одни представители с необычными разлогами и лежащими буквально на земле ветвями. Это кизильник даммера, а также его распространенный родственник – кизильник горизонтальный. Если вам необходимо прикрыть землю от сорной травы или скрасить пустующую территорию в своем саду, посадите эти растения. Такие почвопокровники красиво смотрятся не только за счет своей вечно зеленой листвы, но и красных ягод, которые эффектно выделяются на фоне осеннего и зимнего сада. Очень красивый и полезный кустарник – это боярышник. Его яркие плоды способны украсить участок практически на весь холодный сезон. Ягоды боярышника приносят не только эстетическую красоту и пользу нашему здоровью, они также помогают многим птицам выжить зимой. Кроме того, боярышник очень красиво цветет. Особо ценные его крупноплодные сорта. Редкое и неповторимое очарование зимнему саду придают некоторые декоративные травы и злаки. Очень эффектно в зимнем саду выглядят их выразительные колоссия и пушистые метелки, припорошенные снегом и инеем. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на зимостойкость этих культур. Ведь далеко не многие злаковые и декоративно-лиственные растения смогут перезимовать в суровых условиях средней полосы. Это же относится и к вечно зеленому плющу. Хотя в моей климатической зоне 5b этот неприхотливый многолетник зимует уже много лет без какого-либо укрытия. Плющ – это одно из самых малоуходных растений, которое в заботе не нуждается. Его побеги хорошо разрастаются даже в тени. Способны стелиться ковром по земле, красиво завивать стволы деревьев и другие опоры. Но в садах с суровыми и малоснежными зимами этот многолетник, скорее всего, не перезимует. А вот такой зимостойкий и вечно зеленый почвопокровник, как пахизандра, сможет расти даже в полной тени. Его красивые побеги и листья образуют плотные зеленые ковры. Особой популярностью пользуются сорта Green Carpet и Ангола. Последний имеет розовые соцветия и вариагатную окраску листвы, которая эффектно выглядит даже в зимнее время. Пахизандру часто используют для декорирования приствольных кругов деревьев и заполнения пустот в теневых цветниках. Она станет отлично смотреться с папоротником, брунерой, медуницей и вечно зеленым барвинком. Кстати, среди барвинков есть тоже очень красивый пестролистный вид, который декоративно выглядит даже зимой. Невероятно красивые, особенно в холодное время, кустики Леукатое. Это эффектное растение ценится своими плотными глянцевыми листьями, яркой окраской и ароматными соцветиями, похожими на ландыши. Леукатое – это вечно зеленый кустарник, который на зиму листья не сбрасывает. Некоторые его сорта отличаются насыщенной бордово-красной кроной и способны украсить сад в течение круглого года. Об этом замечательном растении вы сможете посмотреть отдельное видео на моем канале. Ссылку на него я оставлю в описании под этим роликом. Уверена, что многие зрители смогут дополнить мой сегодняшний список. Напишите в комментариях, какие еще растения способны преобразить зимний ландшафт. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok